Здравствуйте, Джеймс Джойс, продолжаю рассказ, разговор об этом человеке, писателе, художнике. И кое-что мы уже успели узнать. Во-первых, мы усомнились, что весь талант Джеймсу Джойсу достался исключительно от отца. Усомнились. И вы помните, что предыдущее видео я закончил словами, что в дальнейшем в жизни Джеймса Джойса действовали, ну, можно так сказать, три осевые линии, ну, в его эволюции. И я назвал все эти линии. Это религиозный кризис, это сексуальный опыт и выбор кумиров. Тему Пола я назвал второй, но, подумав, решил построить свой рассказ несколько иначе. И начать именно вот с этой темы, с сексуального опыта. И я надеюсь, вы сейчас поймете, почему я решил так сделать. Ну, все по порядку и не все сразу. Поначалу Джеймс Джойс следует массовой, общепринятой, ну, так обычно говорят, модели. Как бы вот существуют два лика любви – любовь духовная и любовь плотская. И они открываются человеку, так рассуждал Джеймс Джойс, в двух своих вот противоположных ипостасях. То есть это разные две любви, не просто отличающиеся одна от другой, а в чем-то противоположные одна другой. И с одной стороны в его жизни присутствуют романтические увлечения. Я в предыдущих видео уже сказал, сейчас повторю, что Джойс, ну, буквально с молодых ногтей, где-то с шести лет начинает писать стихи. И пишет их всю жизнь. Ну, и, естественно, в этот период романтика, любовь и прочее тоже появляются стихотворения. Ну, вот давайте одно из них я вам прочитаю. Есть воздуха струны, и струны земные, глубокие струи, где ивы речные, там бродит любовь, среди сумерек мглистых, на мантии желтые увядшие листья, играет, играет, томясь и тоскуя, и пальцы блуждают по струнам вслепую. Это потом выйдет такой сборник у Джеймса Джойса, куда он включит эти стихотворения, будет называться «Камерная музыка». Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что стихотворение, ну, типично романтическое. А с другой стороны, Джеймс Джойс посещает так называемый «Веселый дом». Впечатление о посещениях этого «Веселого дома» он потом изложит. Изложит и в «Герое Стивене», изложит и в «Портрете художника в юности», и в «Улисе». В «Улисе» так вообще эта тема станет, ну, чуть ли не кульминационной во всем романе. Ну, чтобы не быть голословным, я, как всегда, приведу несколько цитат. Ну, вот, например, наставление хозяйки «Веселого дома», «Веселого дома», в который направляется Стивен. «Отлично, пускай они все сбегутся, легкая, смело укороченная юбочка, приподнятая до колен, чтоб показать белые панталончики. Это могучее оружие, а чулки, паутинки с изумрудными подвязками и прямым швом, уходящим выше колен, пробудят лучшие инстинкты наших присыщенных ловеласов. Круп выпечен, бедра колышутся манящие, коленки скромненько вместе целуются, потворствуй их садомским пороком». Как я сказал, это отрывочек из «Улиса», где вот Стивен отправляется в этот самый веселый дом. Ну, потом и в связи с Леопольдом Блюмом тоже будет такой эпизод. Это, правда, не веселый дом, но смотрите, как все это написано. «Он поцеловал смуглые, круглые, душистые, шелковистые выпуклости ее крупа, и оба смуглые и наглые полушария, и их тенистую и пушистую ложбинку с мутным и долгим, волнующим, сочно-беззвучным лобзанем». Знает Джойс, какая бывает любовь неромантическая, и в то же время присутствует вот эта романтика. Ну, давайте не будем не осуждать, вообще не будем выносить никаких тут вердиктов, а заглянем в наши пенаты. Ну, помните, я уже даже целое видео на эту тему снял о параллелях между Россией и Ирландией. Ну, я там говорил не только о географии, а говорил о культурных каких-то явлениях. И вот эта параллель, она присутствует. И когда я произнес фразу, давайте заглянем в наши пенаты. Вот, Александр Блок, вы видите его на моей доске. А сейчас я вам, видите, показываю другую фотографию. Это любовь Менделеева. Это будущая супруга Александра Блока. А вот стихи, какие писал Александр Блок своей будущей жене. Ну, кто-то скажет, да, типично романтическое стихотворение. Действительно романтическое. Не коснулся, не поцеловал. Ну, и кто-то мне скажет еще и другое, что все мы, дескать, говорим такое до первой брачной ночи. Так скажу. А вот нет. Целый год после замужества Любовь Дмитриевна оставалась девственницей. То есть Блок женился на этой девушке, женщине, и не мог к ней прикоснуться. И все это время он заверял, ну, девушку, жену, жена она уже ему в этот момент, что слишком любит ее. И что она для него святая воплощение вечной женственности. Вечной женственности с большой буквы Блок именно так вот и пользовался этим выражением. И предаваться плотским радостям с ней, с точки зрения Блока, это кощунство. И поэтому он, значит, предавался этим плотским радостям с другими женщинами, где приобрел, обзавелся нехорошей болезнью. Но все. Давайте мы оставим в этом месте и Блока, и его супругу, и все-таки мы с вами говорим о Джеймсе Джойсе. Но мне было важно подчеркнуть, я не уверен, что Блок читал стихи Джеймса Джойса, но как это все параллельно существует в мире. Ведь отношения, ну, почти такое же. И поэтому у Джойса тоже вот такое вот раздвоение. Итак, юный Джойс тоже, как мы уже договорились, разделял любовь на плотскую и духовную. И уже в 14 лет ознакомился с обоими ее ипостасями, о чем потом напишут в своих книгах, поэтому, когда я называю дату, 14 лет – это не мои домыслы, это слова Джеймса Джойса. Он сам на это ссылается. А, как известно, в веселый дом с пустыми руками не ходят. Любовь там покупают, покупают, значит, надо за нее платить. И вот эта земная сторона дела должна была как-то быть обеспечена, и она обеспечивалась суммами от школьных наград. И опять должен напомнить, о чем я рассказывал в предыдущих видео, когда Джойса, он прекрасно учился, сдавал экзамены государственные, то если он выходил в первые ряды, он получал приз, деньги получал, то есть вот за эти награды. Эти награды были некие суммы, и я, помнится, даже сказал об этом, что суммы изрядные, что они превышали пенсию, которую получал его отец. Так вот, отнюдь не все деньги маленький, молодой, молодой, будем так говорить, Джойс отдавал в семью. То есть вот часть этих денег шла, на что мы уже поняли, на посещение этого самого веселого дома. Но при всем том и романтика тоже присутствует. И вот с романтической стороны у него была героиня, звали ее Мэри Шихи. Я, к сожалению, не разыскал ее фотографии, потому что я привык показывать все, но поверьте мне на слово, об этом он пишет, так ее звали. Пишут об этом его биографы, что была такая девушка. А это была не просто какая-то девушка, это была дочка члена парламента Дэвида Шихи, то есть такого большого чиновника, респектабельного, богатого и прочего. И вот Джойс долго-долго вздыхал по этой самой Мэри Шихи. И не просто вздыхал, а потом написал об этом. Я сжал ладони вместе, пока они не задрожали, бормоча. О, любовь, о, любовь, много раз! И в том же самом рассказе, чуть ниже, он напишет. «Когда она обратилась ко мне с первыми словами, я был так сбит с толку, что не знал, что ответить. Она спросила меня, собираюсь ли я в Арабии. Я забываю, ответил я да или нет». То есть он говорит и даже не помнит, что он сказал в эту минуту. Это из цикла рассказов Дублинса, и рассказ так и называется «Арабий». Ну, там, рынок в городе был под таким названием. Я не буду разбирать рассказ, мне важны только вот эти вкрапления, вот эта вот романтика. И вот эти свои чувства Джойс долго несет в себе, но так и не решается этой Мэри признаться. То есть она так никогда и не узнала, что он был в нее влюблен и прочее, прочее. При всем том, это опять слова Джеймса Джойса, она царила в его воображении несколько лет. Ну, это он пишет как бы о своем герое, но мы можем отнести это к самому Джойсу. То есть в его памяти, в его жизни она заняла очень и очень большое место. И царила настолько, что вот он потом изобразит ее в герое Стивени и изобразит вот в портрете художника в юности. Но там выведет эту свою любовь не под именем Мэри, а там он ей присвоит другое имя – Эммы Клери. Ну, тем не менее, это настолько прозрачно, и когда разбираешь биографию Джеймса Джойса и сопоставляешь с тем, что он написал в этих вот своих повестях, то совершенно однозначно это именно идет речь об этой самой Мэри, которой, как мы уже теперь с вами знаем, он питал романтические чувства, но так и не отважился ей признаться вот в тех чувствах, которые он по отношению к ней питает. Но вы помните, я назвал три направления эволюции Джеймса Джойса. Повторю, если кто забыл. Это религиозный, сексуальный и выбор кумиров. Ну, если с сексуальной частью мы более не менее разобрались, что что же происходило с религией? И именно в этом месте вот мы должны кое-что вспомнить. Мы должны вспомнить, что все свое образование Джеймс Джойс получит в иезуитских учебных заведениях. Ну, иезуитские учебные заведения, само собой, ну а как тут без религии? Никуда. И для начала обратимся к образу Девы Марии. Дева Мария, святая. И вот к этой Деве Марии Джойс тоже питал вот такие возвышенные чувства. И причем не просто питал, вот это почитание Девы Марии стояло, ну, можно сказать, в центре его детской религиозности, пока он был еще совсем маленьким. И еще малышом, когда учился в Клангоузе, помните, рассказывал я об этом. Так вот, в этом самом Клангоузе Джеймс сочиняет гимн Деве Марии. И он прислуживал в храме, вот когда там проходили всякого рода обряды. А в Бельведере, ну, потом он учился в другом иезуитском учебном заведении, он вступает в школьное братство при святой Деве. То есть, видите, насколько религиозен вроде бы человек. И после всего, вот о чем я вам уже успел рассказать, любовь возвышенная, духовная, любовь плотская. И вот с религией происходит нечто похожее, Дева Мария, духовное чувство. И вот жизнь, обиход какой-то вокруг. И вот эта вот раздвоенность давит. И Джойс чувствует, что вот не может он ни туда, ни туда. Вот эта вот раздвоенность чувства страдает от нее. Он пытается как-то сочетать это несочетаемое. Не получается. И вот все это послужило поводом для одного забавного стишка. У Джойса был друг, Оливер Гугарти. Вот я вам показываю его на своей доске. С этим Оливером Джойс дружил очень и очень долго. Это была такая действительно дружба, молодость и прочее. Ну, потом они рассорятся. И тогда этот Оливер сочинит этот стишок. Но предварительно еще одну вещь я должен сказать. Что этого своего друга, Оливера Гугарти, Джойс выведет в улице. И выведет его там под именем Бык Маллиган. Ну, это я на всякий случай. Мы пока еще не разбираем улица. Но просто если кто-то читал улицу, то как-то вот представит, о ком тут идет речь. А этот самый Оливер сочинил вот такое стихотворение. Юный Джойс очень набожен был. Он прислуживать в церкви любил. Он во всех бардаках пел псалмы, как монах. И со шлюхами в рай восходил. Ну, естественно, когда Джойс, юный Джойс, услышал такое стихотворение. Ну, по этому поводу они поссорились или нет. Там были другие поводы. Но, естественно, что дружбе пришел конец. Но на самом деле не один Оливер. Были и другие насмешники. И трудно сказать, что больше повлияло на Джойса. Вот эти насмешки друзей. Или вот этот внутренний конфликт, о котором я уже сказал, когда с одной стороны духовное начало, а с другой стороны жизнь, быт, вот как все в этой жизни происходит, какой-то вот такой процесс, это окружающее. И вот на грани своего 15-летия, помните, я говорил о 14-ти годах, а теперь мы подступили уже к 15-ти. Джойс последний раз переживает вспышку вот такой религиозности. И после этого наступает глубочайший-глубочайший кризис, в результате которого происходит полная смена координат, полная смена системы ценностей. Мир религии начинает ужасать Джойса своей мертвенностью, как он скажет. Он ему представляется, этот мир, бесцветным, отягощенным чувством вины, страха перед адскими муками. И «как я ненавижу Бога и смерть», напишет Джойс. Напишет, правда, позже, но это будет записано в одном из его писем. Но кризис кризисом, и открывается пустота. И эта пустота пугает Джойса ничуть не меньше, чем вот та раздвоенность, в какой он до этого жил. Пустота требует какой-то компенсации, ее надо чем-то заполнить. И взгляд Джойса, ну как стрелка компаса, поворачивается вдруг вот на 180 градусов в совершенно противоположную сторону, где лежит мир полнокровной жизни и свободного творчества. То есть для этого надо отказаться от религии. И он отказывается, и делает вот такой решительный выбор в пользу вот этого мира. И высшую ценностью отныне провозглашает Джойс искусство с большой буквы. Он так и будет писать с большой буквы. Художник тоже будет писать с большой буквы. Вот ключевое слово, которым Джойс обозначает высшее жребие человека и свой собственный. С точки зрения Джойса, только для этого человек и приходит в этот мир, чтобы стать в этой жизни художником. А все внешнее надо отбросить. И Джойс отбрасывает. Его совершенно не волнует быт, ему безразличные какие-то меркантильные интересы. Есть деньги, трачу, нет денег, нет денег, живу без них. Как-нибудь перебьюсь. Потому что вот истинная жизнь – это вот творчество. И чем дальше, она все больше и больше захватывает Джеймса Джойса. И дальнейшая жизнь он проживет, ну вот именно погруженный только в творчество. И больше ни во что. Но образование еще не закончено. И последовавшие за Бельведером годы студенчество – это 1898-1902-й. Джойс опять проведет под эгидой вот иезуитов. Правда, теперь уже в другом учебном заведении – в Дублинском католическом университете. То, что я вам показываю на своей доске – это так университет выглядит сегодня. Он просто называется дублинским, тогда он был дублинским католическим. Ну и снова я произнес слово «юзуит». И снова постарался произнести его вот с таким акцентом, сделав на нем такой акцент. И Джойс там изучает английскую и итальянскую литературу. И все же учеба больше и больше отходит на второй план. Главная и упорная цель – творчество, литературное становление. А ведь 1898 год, когда он начинает учиться в университете Джойсу, всего 16 лет. И тем не менее Джойс пишет. Пишет массу статей и прочего. Я сейчас приведу только названия, разбирать их не буду, обо всем этом речь у нас пойдет в будущем. Он пишет, например, в 1899 году эссе под названием «Драма и жизнь». Вообще очень много пишет о театре, потому что театр в это время в Ирландии начинает занимать очень-очень большое место. Пишет статью «Новая драма Ипсена». Это 1900 год. Ну, здесь не могу в скобках не заметить. Дело в том, что эту статью заметил Генрик Ипсен. Генрик Ипсен прочитал ее и ответил на нее Джойсу. То есть они обменялись письмами. То есть видите, куда забрался Джойс? Ну, об этой статье еще речь у нас впереди. А кроме этого он занимается переводами. И он переводит Герхарда Гауптмана. «Перед восходом солнца» и «Михаэль Кремер». Переводит вот на английский язык. И из-под его пера выходит статья «Торжество Черни», где он обрушивается буквально, это 1901 год, на тенденции вот в Ирландском театре, вот эта апелляция такая к народности. Джойс ее недолюбливал. Но тоже не буду подробно разбирать. Вот такие работы. На самом деле были еще, я назвал маленькую крохотную часть. И при этом практически все время продолжает писать стихи, которые, как я сказал, потом войдут в сборник. И в это же самое время он обращается к прозе. И не просто обращается к прозе, а выдумывает, сочиняет, уж как хотите, называйте особый жанр, под который подводит теорию. И он пишет небольшие этюды и сценки, которые называют эпифаниями. И вот на эпифаниях давайте мы остановимся, потому что об этих эпифаниях надо поговорить отдельно и обстоятельно. Поэтому сейчас до свидания и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok